В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления, ведомств и служб подвели итоги работы за минувшую неделю. Главная тема планерки – начало отопительного сезона. Подробности в следующем сюжете. В МВД Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело. 26 из них раскрыто по горячим следам. Произошло 194 ДТП. Пострадавших – четверо. Из резонанса к преступлению было убийство у нас в Люберцах, улица Строителей, дом 4, где узбек узбека порезал, который работает на Томинской птицефабрике. Также было разбой и нападение на девочку, которая шла и возле, недалеко там на улице, где военкомат, там видеонаблюдения нет, старые корпусы напали опять в черной форме одежды, азиат, скорее всего. Евгений Романцев отметил, что в Люберцах много съемных квартир. Проживают выходцы из стран СНГ. По 5-6 и более человек. Он попросил представителей управляющих компаний сообщать о таких квартирах, чтобы полицейские могли проверить, на каком основании граждане здесь находятся. Огнеборцы Люберецкого гарнизона по сигналу тревоги выезжали 51 раз. 24 сентября в 5 часов утра загорание трех легковых автомобилей Mitsubishi, Audi и Suzuki по адресу Люберцы, улица Попова, у дома 15. Обгорели автомобили на общей площади 9 квадратных метров без пострадавших. Подача тепла на объекты социальной инфраструктуры началась 13 сентября. Все 79 объектов, 55 школ и детсадов, 10 учреждений культуры и 4 спортивных объекта, 10 поликлиник были запущены 16 числа. С 19 сентября отопление было подано в жилой фонд. В настоящее время в округе работает 81 котельная. Запуск котельных у нас по числам разложен так. 19 числа в первый день начала отопительного сезона мы запустили 57 котельных. 20 числа 14 котельных, 21-го 3, 22-го 6 и 23-го 1 котельных. На оперативное совещание пригласили директоров самых крупных управляющих компаний. На балансе Люберецкого городского жилищного треста 888 многоквартирных домов. Ожидается, что в ближайшее время количество дойдет до 900. Аварийные бригады есть, Владимир Михайлович. У нас круглосуточная аварийная служба, вы знаете. У нас их 8 бригад со всеми, специально со всеми механизмом, оборудованием, материалами. Там вопросов нет, мы работаем круглые сутки. Также о работе в первые дни начала отопительного периода доложили директора управляющих компаний. Содействие, самолет-сервис, Томилино-парк, ЖК Жилино, Пик Комфорт и других. Основной вопрос сейчас за воздушность сетей. На решение проблемы брошены все аварийные бригады. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин